Всем привет, меня зовут Татьяна Казнова, я руководитель программы бета-тестирования. Это первопроходцы отечественной мобильной операционной системы «Аврора». Барнаул – восьмой город в стране, который присоединился к закрытому бета-тестированию новой платформы. В рамках программы энтузиасты, которые хотят внести свой вклад в эту разработку, получают телефоны и планшеты, на которых установлена «Аврора». Это наша внутренняя кухня. Самое важное правило – это то, что нельзя публиковать скриншоты и описание работы программ в соцсетях и СМИ. Потому, как я сказала, это предварительная версия и то, что еще в релиз не выходило. Если тестировщику что-то покажется странным, нелогичным, эту информацию передают в продуктовый департамент. При этом тестировщиком может быть хоть разработчик, хоть домохозяйка или пенсионер. Важны отзывы самых разных пользователей. Это быть одним из первых в мире российского IT – это всегда интересно. Интересно сравнить, понять, насколько мы отличаемся от зарубежных аналогов. Надеюсь, в положительную сторону время покажет. Когда ты держишь мобильный телефон, не всегда и не у всех есть возможность дотянуться пальцем до этого края. Приходится либо перехватывать телефон, либо подключать вторую руку. А у «Авроры» жест назад сделан. Ты можешь делать свайп из любой точки экрана, ну так, из серединки назад. По словам сотрудников компании, российская операционная система гарантирует повышенный уровень безопасности для устройств. А это важно для крупных частных и госорганизаций. Тем более, где-то уже отменяются иностранные системы. Например, в Минцифре запретили сотрудникам пользоваться iPhone и iPad в служебных целях. Испытывать «Аврору» накануне начали в Совете Федерации. Поэтому огромный интерес бета-тестировщиков понятен. Уже в проект заявок на участие более чем 12 тысяч, а участников сейчас на данный момент около 500 человек. То есть у нас конкурс как в престижных вузах. Поэтому в заявке надо писать что-то интересное, чем может быть полезен человек для бета-программы. Кстати, в Москве за 10 дней с начала продаж смартфонов с российской начинкой продано более 300 устройств. Сегодня они доступны обычному покупателю, но пока, конечно, они рассчитаны в первую очередь на пользователей из госсектора и крупных компаний. Ирина Корчагина, Владислав Ковалев. День с толком.